христос посреди нас мои родные любимые христолюбцы всех я вас приветствовать рад приветствовать на своем канале еще один ролик запишу по программе это программа эта программа obs studio она бесплатная очень хорошая очень мощная ей пользуется наверное мне кажется чуть ли не я может цифру сильно скажу не 90 процентов всех кто стримы всякие делает это конечно же программа для тех может она кому-то не нужна но не всегда у нас не всегда у нас рождается мысль и идея потом мы думаем как реализовать некоторые мысли вы знаете у нас исходят из информации которую мы получаем наоборот да ты увидел что это возможно и реализуешь эти идеи вот и я запишу этот ролик конечно тот кто не будет заниматься авторским проектом и в частности вы знаете как это занимаюсь я на каналах да как я какие ролики делаю как я всем этим что я делаю я конечно снова все как раз свою свою деятельность вел как раз к этой программе она мне очень удобно она подходит моему формату я к этому формату все привожу даже вот какие-то уличные там записи я хочу делать конечно посредством там ноутбука который ожидаю скором времени получить вот мне удобно эта программа программа называется open вот название у вас open broadcaster software ну любая студия коротко ну адрес оба с project точка ком ну и ссылка я добавлю в описании все тут пожалуйста для любой системы windows все версии mac linux то есть можно скачать все правда на английском не смысле описание тоже импортная программа вот можно пожертвовать им отблагодарить а так вот она абсолютно бесплатно с обновлениями всегда не что-то новенькое придумывают то есть все это все это очень здорово да все можно кликнуть загрузить и установить там ничего сложного кто конечно владеет английским здесь есть конечно и хелпер и помощь к сожалению в ней не так просто разобраться она достаточно профессиональная очень игры интересная но с одной стороны сложновато но если в ней разобраться если она конкретно человеку нужно подойти вещи кто руха которому мечтал делать не знал как я сейчас в общем на говорю чего-то как всегда я говорю что можно вот просто так сейчас я поставлю что можно всегда в ютубе забить вон оба студию там или как скачать как поставить вы всегда знаете да вам выплывет вся потребная информация можно найти я сейчас просто что-то на говорю что я делаю знаете в таком немножко даже сумбурным вот я не претендую как я сказал эти ролик из кто-то случайно упадет на этот канал я не не профессионально не занимаюсь видео монтажом там скажем так и то есть это не мой канал там обучение софту программам да я христианин проповедник и вот для тех людей которые желают заниматься подобными вещами хочу сделать такие вот небольшие обзоры эта программа вот у вас на экране будет вот сейчас она на экране мы сейчас с вами и пишем да вот вы видите она у меня на рабочем столе открыто я делаю захват экрана сейчас то есть видите все что у меня происходит на экране но когда я вне вот вы видели мои ролики да то есть я вот так вот делаю и соответственно вы как бы не видите хотя эта программа кто знает вот я читаю хотя эта программа в принципе находится у меня на рабочем столе вот почему я говорю я когда я вам показываю вот так вот вы же видите что я сам-то я вижу эту программу вы ее не видите то здесь можно все эти вещи то есть даже если у вас обычный монитор можно сделать так что вот я же делаю да я показываю вот интернет там есть надо я вот так вот делаю я вот вам могу даже это показать как я делаю чтобы мне тоже видно было и вам хорошо оба окна я делаю как я беру и chrome пополам ставлю на экран а вторую план занимаю этой программ вот видите как это происходит и когда я вам включают а вот все видно вы помните да кто смотрит кто смотрит моя запись тот знает то есть chrome сжатый вот до такого он на одной частью мне экраны у вас я вот вас целиком но выглядит все это у меня на рабочем столе вот так вот чем неважно где эта картинка ведь там ты все равно не было она по-другому показывается она вот я сейчас переключаю вот эти вот сцены вот и вы уже видите то что видите хотя и программа остается у меня на рабочем столе здесь есть свои вот эти всякие трюки очень интересны я вам показываю с рабочего стола чтобы все это как бы видели да как это происходит вот соответственно я грудь то есть вот ну давайте пойдем слева направо да то есть вот можно сцены вот именно переключение по этим сцены вы видите сейчас же идет запись все это в записи увидите я уже все готово и не надо там ничего монтировать вот заставка вот если вы знаете там не надо молюсь перед записью до плюс я сюда добавил гиф файл вы знаете это даже не я переключаю гиф файл я его собрал там как мне надо 15 15 15 видите он сам меняется сейчас опы всем поменял то что я сделал гифку это значит такая анимационная картинка она сама меняется потом я переключаюсь на следующую сцену вот она мне интернет называется у меня слева chrome браузер а справа вот мой этот захват видео до молитва после там сделал вот close закрывающая заставка ну вот вот я тут захват экрана интернет full я full я там то есть какие хочешь можешь сцены здесь понаделывать все это вот отражается в каждой сцене сейчас я открываю интернет full в каждой сцене вот здесь видите когда мы их переключаем но есть по ним не могу щелкать вот у меня в интернет full и здесь есть еще источники и вот эти источники сюда чего хочешь могу добавлять в каждом еще в каждой сцене у меня могут быть разные источники вот сейчас идет захват экрана да вот все здесь можно добавлять можно добавлять и тексты и картинки и прочие прочие вещи да я когда вот делаю запись вот я беру картинку любую спроводника я ее открываю специально я даже им присвоил программу открытия именно chrome обычно открывают каких-то просмотрщиках да а я присвоил что я по ним вот два раза даже кликаю у меня сразу не в хроме открывается помните я вам быстро показываю то есть если я вам сейчас вот это открою вот так все это происходит у меня помните да поэтому у меня вот так все они записи и происходит вот выглядит конечно у себя захватом экрана вот так то есть я вижу слева сам себя все программу вы видите именно вот такой вот без всяких этих программ все то есть мне надо я могу спокойно по вкладкам хрома своего передвигаться плюс вы видите я там же все убрал все эти шапки вы этого ничего не видите если вы когда захват экрана идет вы все это видите вон браузер там нижние какие-то то это все можно опять как и в том редакторе к камтазе студия можно края вот так и через alt задвигать и все все убирать лишние люди не будут лишь на 100 вклада каких-то ваших папок видеть то есть на уже на готовом экземпляре видите как все будет хорошо все это можно делать не все сейчас буду рассказывать что я делаю я хочу просто показать из кому-то это понадобится там уже дальше будем думать как это делается вот в этом интернет фуле то есть можно все это делать источников может быть много вот здесь есть плюс ну в сценах есть плюс минус добавить поменять местами здесь тоже самое переходы между сценами видите какие их можно менять вот тут у меня есть сейчас я покажу вот тут есть переходы между сценами видите и тут можно затухание выбрать обрезка затухание в цвет еще и длительность 300 миллисекунд 500 и вот вы видите когда перед между сценами плавные переходы получается хоп такие хоп можно убрать можно это резко вот но уже конечно в самих источниках здесь никаких плавных нет переходов это источники добавить можно много чего вот плюсик жмем вот можно браузер добавить захват захват окна очень важная вещь вы захватаете именно конкретную программу с экрана писать очень большая нагрузка на процессор это все равно не там есть нюансы когда ты какой-то окно какой тебе надо плеер ты хочешь захватить отдельно это супер можно захват экран можно изображение какое-то отдельно можно player сделать можно источник какой другой медиа любой текст можно за хват вот видео камер можно добавлять сколько угодно камера я смогу добавить и камеру который в этом ну короче полно камер можно добавлять вот то есть можно создавать вот эти источниками и ими переключаться, как тебе надо, да, вот. Ну вот в интернете я, какие вот у меня тут есть уже добавлены, видите, я могу картинку поменять, вы сейчас этого не видите, потому что я не могу одновременно все делать, вам и захват экрана показывать, и свои сцены, вот, то есть я могу что угодно делать. Вот так. Вот сейчас, видите, идет остановить запись, то есть вот здесь начать запись, вот кнопочка нажала, она идет. Вот микшер написано, здесь все понятно, вот устройство воспроизведения, микрофонов три штуки, как вы всегда видели у меня, встроенный в моноблок, он показывает в камеру, веб-камеру, и вот этот студийник, который у меня. Все они здесь, вот они показаны, и их можно вон закрывать, сейчас вот видите, бегает вот этот студийный микрофон, вон эквалайзер, шкала бегает. Все, когда я говорю, видите, красный никогда почти не влазит, но она там обрезает сама. Вот, все другие микрофоны выключены, чтобы никакого их можно менять. Я вот могу вам сейчас записать, но вот сейчас мы идем в запись, записываем на HD-веб-камеру, вот эту, по-моему, второй микрофон у меня. Сейчас даже не знаю, слышали вы что или нет, я вот пытался от этого моноблока, но он мог там слететь, мог не показывать. Все, что вы там настраиваете, может здесь появляться. Возможности, вы, в принципе, все видели, все, что видите в моих роликах, то есть я делаю в ней, да, то есть я говорю, вот можно эти картинки открывать, их, естественно, можно прибавлять, там, помните, соответственно, здесь можно чуть-чуть пододвинуть. То есть все это можно в живом режиме, без монтажа. Мне это очень нравится. Кто видел мои ролики, мне нравится так работать. Вживую, это вы видели, все это выглядит покрасивше намного. Сейчас вы смотрите просто внутренний мой мир, так скажем, внутреннюю, закулисную работу, да. Вот так все это происходит. Кто видел, я вот, я не сторонник, знаете, на чужие ролики что-то там делать, комментарии, но кто видел, у меня есть музей антихриста, я там делал по видео. Вот, опять же, в своем проводнике, то есть можно выбрать файл, да, открыть его через правую клавишу мыши, можно тоже воспроизвести не в плеере, чтобы даже плеер не захватывать. Почему мне все нравится? Можно все в хроме открывать и быстро работать, кто видел, как я ролики делаю. Вот, можно открыть с помощью, все можно открывать с помощью Google Chrome. Картинки можно открыть с помощью Google Chrome. Все, ну я уже это сделал только что, вот он у меня. Вот фильм «Страсти Христовы», видите, как он загрузился. Все, его можно прям тут просматривать, и вы все это видите, более того, вы видите все это с хорошим качеством и с хорошим звуком, что очень важно. Сейчас запись идет, не то, что звук летит из моих динамика, из моноблока и летит в микрофон. Кто знает, какие тогда записи получаются. Это ужас, и многие блогеры так делают. Вот это первое устройство воспроизведения, вот она, которое сейчас, вы увидите, она будет бегать наверху, если мы сейчас звук включаем, видите. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Пророк Исаия, глава 53, 700 лет до Рождества Христова. То есть, вы видите, все, даже звук вот этот, громкость, видите, можно регулировать, естественно, бегунок есть. Запись была одинаковой, и вы по эквалайзеру, может быть, сравнивать, что я вот говорю, все до желтиком бежит, можно убирать, видите, можно сделать совсем. Запись тихую, можно вот, но я тут на максимум выкручиваю, потому что, я вам рассказывал, студийный микрофон, внутренняя программа регулирует все идеально, вот. Но звук внешнего источника, и вот эта программа, она захватывает звук, как я вам сказал, не из динамиков летит в этот микрофон, и уже тут все эхо, и там будет отвратительный звук, а она просто с компьютера дорожку берет с этого плеера, с браузера, в котором получается внутренний, сейчас в браузере получается встроенный плеер, ты можешь видеофайлы спокойно просматривать. То же самое с любым, конечно же, будет и какой-нибудь ролик-то по Индии, вот. Открою, то же самое, если вы с Ютуба смотрите. Сказать, в принципе, не суть важна. Это было не наяву, это было не наяву. То есть мы видим, они одинаково прыгают, видите, то есть звук одинаковый, что ты говоришь, что прослушаешь, каждый в него может что-то вложить. Человек, не надо там бегать, он будет то вы громко, то там звук включили, все очень ровненько, все очень хорошо, и звук качественный, потому что он берется не в этот микрофон, а оттуда. Это была реальность, но какая-то параллельная, да? Все, то есть вот, можно отлично посмотреть. Ну тут черный не очень красивый Ютуб. Вот. То есть, пожалуйста, я говорю, можно что-то показывать. Это очень, очень все. Вот, какие еще есть возможности? Я говорю, то есть вы бегаете по любым. Здесь можно и тексты, соответственно, любые, в принципе, открывать. Любой, даже вордовский документ, если вам нужен, можно в браузере открыть. Мне просто так проще, у меня открыт на полэкрана, видите, браузер, я все в нем делаю. Очень удобно, как вы видите, я все всегда там показываю. Но это так, вкратенькие. И давайте зайдем вот в настройки. Я вам все-таки это покажу. Обычно с этим вся проблема, с этими вот настройками, да? Сейчас мы их чуть-чуть раздвинем. И давайте пробежимся по настройкам, вдруг кто-то все-таки решится. Есть общие настройки. Тут, в принципе, мы все оставляем как... Так, сейчас я... Ой-ой-ой, надо отменить. Сейчас я себя куда-нибудь вот сюда... Поставлю еще раз настройки. Вот так вот. Давайте по ним пробежимся все-таки. Тут можно ничего не менять в общей настройке, ничего важного. Здесь можно только dark. А, уже они три темы добавили. Ну, мне нравится вот эта темная, она не режет глаза. Можно разные темы сделать. Можно какой-то акри, default, белый вот этот. Но это ужас, и глаза режет. Рачи какая-то. Мне нравится dark, темная вот эта. Вещание. Это вот нужно для YouTube. Кто видит, я и стримы, вот эти онлайн-трансляции на YouTube, я делаю через эту программу. Именно поэтому, во время, я сразу могу всем заниматься, чем я хочу. Если кто знает, если ты внутри включишь обычную трансляцию, там есть через камеру, у тебя ничего не будет, никакого доступа. А то, видели, я даже трансляцию делаю прямую через вот эту программу, и сразу, что мне надо, показываю, что смотрю, и все это записывается. Вот, эта программа, во-первых, прямой трансляции на любые сервисы YouTube. Там есть разные, особенно, кто там игроман. Ну, блогер-то мало, где выкладываются, кроме... Есть разные площадки для игроманов, вот этих, кто там игроки выкладываются. Есть всякие твитчи какие-то там, я не знаю. У меня вот стоит тут YouTube, и тут ты вставляешь ключ. Вот он показан, и ты его вставляешь, и у тебя идет трансляция. Есть вот следующий вывод, вкладка. Здесь вот этот поток обещания. Сегодня я не буду прямой, я хочу записать, как смонтировать с экрана вот это все, или, так скажем, по сценам. А может быть, когда-нибудь из кого-то заинтересует, я тогда сделаю подробно, как настроить прямую трансляцию через YouTube, через OBS. И просто, может быть, внутри YouTube. Хотя все это можно найти в интернете, но, может быть, мое какое-то, мое, которое я расскажу, будет кому-то ближе. Тем более, все-таки, какие-то нюансы подчеркиваю, что нужно именно блогеру, такому спикеру. Может быть, даже в частности христианскому, да. Могу какие-то вещи полезные сказать. В этом, как бы, ценность моих будет роликов всегда. Просто как узкоспециализированность. Вот и все. Но здесь есть вторая вкладка, запись. Вот она нам нужна. Здесь почти все закрыто. Все настраивается. Конечно, программа немножко тяжеловата для обычного пользователя. Но я это записываю ролики для такого же психа, как я. Может быть, у кого-то надо что-то такое. Конечно, я заранее скажу, желательно выставлять не MP4, а MOV формат. Потому что он пишет, даже если у вас что-нибудь заглючит на каком-нибудь месте. Вот вы уже час говорите. И что-то, может, даже программа зависнет. Или какие-то там начнутся конфликты. Она запишет уже. Она пишет в живом режиме. И, в принципе, у вас час времени сохранится. Если вы будете писать в формате MP4, вы когда нажмете на остановить запись, если она не сможет файл до конца, как говорится, закрыть, доделать обычно, то есть сформировать его, у вас пропадет вся запись. В идеале писать в MOV. Там есть кодировщики. Очень важные вещи, конечно. Я не смогу вам в этом ролике все объяснить. Я сам в течение больше года, я уже ей пользуюсь почти даже, может быть, больше года. Я тоже и ошибки совершил. И нету точных, никто не может сказать. Плюс я говорю, невозможно почитать инструкцию, она вся на английском. Я не понимаю. Там пользоваться переводчиком бессмысленно. Там очень корявый перевод, но все-таки техническая литература. Вот. И все зависит от компьютера, какой у вас. Вот. Я помню, сначала выставлял. У меня даже мой компьютер. Практически не давал в ней писать, потому что очень большие нагрузки были. Потом я там кое-что нашел. И вот сейчас я даже не могу раскрыть, какие там есть. Там есть средние, минимальные и максимальные настройки. Все зависит от того, какой у вас там процессор, видеокарта. Вот тут придется, конечно, играть. Вот. Ну, даже не знаю, как объяснять. Я могу под себя сказать, но это у других может не работать. Все настолько индивидуально. Хотя вот битрейт, я вам сразу скажу, больше 5000 не стоит выставлять при Full HD. Этого достаточно. Ну, может, у вас, конечно, компьютеры по полмиллиона, я не знаю. Ну, это я шучу, но действительно по 100 тысяч, по 150, по 200 тысяч. У вас вот средний компьютер, ноутбук там 30-50 тысяч. То это вот интервал ключевых кадров 2 там, силы синхронизации 1, CBR. Вам надо выставить и 5000 битрейт. Профиль хая. Пусть даже, а может быть, и поменьше там. Мейн, а может и бейслайн. И я поставил quality. Может быть, вам тоже поменьше качество все это. Вот. Желательно там выставить кодировщик. Я не знаю, какое у вас есть, какое устроенное ядро там в процессоре. Вот так вот, видите, все не очень просто. Я вроде что-то говорю, это надо очень тонко разбираться. Я могу просто предоставить свои бесплатные услуги, если кто-то из братьев и сестер будет когда-то заморачиваться. И я помогал уже не раз, кто знает меня. Я некоторым помогал так делать. Обратитесь лично, и мы тогда уж по скайпу, я будем с вами, я с радостью помогу. А сейчас я просто хочу показать, заинтересовать, может быть. Ну, не заинтересовать даже, как так сказано. Я говорю, ну, кто-то может из этого что-то себе поймет. В аудио тут то же самое. Там битрейт выставляем. Вот этого. Какое качество записи будет. Почему я на этом сильно не хочу останавливаться? Конечно, частота дискордизации 48 желательно выставить. Каналы надо моно ставить для спикера. Никогда не ставьте стерео. А то иногда, может, в одно ухо потом будет. Так, будь слушать, и вы у него в одном ухе будете где-нибудь в наушниках. Когда моно, все это точно будет в двух ушах. Вот все эти микрофоны можно выбирать до трех устройств. Так что прослушку, тут все это можно. Вот тут видео, то есть вы выбираете. Сейчас все это закрыто, потому что идет запись. Тут и частоту кадров выбираем, и прочие-прочие вещи. Тут, конечно, кажется, все сложно. Горячие клавиши это не обязательно. Есть еще расширенные настройки кое-что тут. То есть, вот, конечно, это непросто. Я сам в ней очень долго разбирался порой некоторые вещи. Я говорю, многие любители так тоже что-то расскажут. Но я говорю, цель этого ролика сегодня немножко показать, как я работаю. Может быть, кого-то из информации, когда он действительно чем-то захочет, он скажет, что да. Он будет знать, что технически это возможно реализовывать. И кто мои именно ролики смотрит, я не претендую на что-то. Я знаю то, что я знаю. И как вам это показывают. Кто там игры записывает, там совершенно немножко другое. Они другими вещами занимаются. То есть, тут ту же самую веб-камеру. Можно зайти вот в свойства. Я говорю, вот, у меня веб-камера, я вам говорил, Logitech C920. Тут еще можно с настройками поиграть. Все надо выставить, очень важно. Но вы видите, и это не просто единственная теория. Вы же знаете мои ролики. Вот, чем я занимаюсь. Вот эта программа OBS Studio, она великолепна в этом плане. Я говорю, вот эти вот сцены, все это супер. Почему я, кто знает, на канале делал объявления о наборе. Я покупаю ноутбук. Вроде как уже купил. Скоро, я надеюсь, я его получу. Вот даже, чтобы где-то выездные какие-то. Может быть, я куда-то отъехал. Чтобы тоже я мог продолжать записи. Или где-то на природе, на улице. Я говорю, и пусть даже в гостях. Я хочу сразу писать вот на это. Чтобы там у меня все это стояло. Я мог этими вещами заниматься. И сразу там прям все монтировать. Все вот это открывать. Я говорю, у меня Библия всегда уже свои тексты, которыми я готовлю к записи. Вот как-то вот так вот все это происходит у меня. Что еще сказать-то? Я говорю, я многое, может быть, просто поговорил и даже ничего вам и не сказал. Про настройки особенно. Я вам немножко с этими вещами познакомил. Вот и все. Естественно, вверху вот есть дубляжи всего. Файл там. Редактировать вид. Тут много интересных вещей. Она просто великолепна, эта программа. Я лично от нее просто, как говорят, тащусь. Мне она очень нравится. Она почти никогда не лагает. Она бесплатно официально, как вы видели. Вот можно зайти опять в портал, посетить веб-сайт. Вот она эта страница и открывается, которую я вам показывал. Все. Это реально все. Вот донейт у них есть. То есть можно, конечно, пожертвовать им, помочь, поддержать их. Я этого, по-моему, ни разу не делал. Надо им хоть 10 рублей бросить. Обязательно. Но раз дают, значит дают. Это тоже с другой стороны. Пожертвования, то не пожертвования, а добровольные. Вот как-то вот так вот. Я, по большей части, хотел показать. Я не думаю, что особенно этот ролик кому-то вообще нужен. В прошлые ролики вы уже видели на канале. У меня вышли о... Вот я записал Аудасити. Давайте уж мы красивенько сделаем, да? Как это я обычно делаю. Аудасити я сегодня выпустил. По Кантазии записал. Сейчас вот третий записываю. У меня уже 6 вечера. Вот тоже добавлю. Вот все это есть у меня. Вот я плейлист сделал, да? Вы знаете, как я его назвал-то? Где он у меня есть? Вот создаем свой авторский христианский канал. Уже вот 8 роликов. Этот будет 9. То есть вот кое-что я поговорил. И вот здесь все эти будут о выборе микрофона. Сейчас еще раз мы его вот так откроем. Вот. Выбор микрофона. По микрофонам я еще, может быть, ролик сделаю. Покажу, что у меня есть. Вот. По видеокамере вы помните. Ну, там как раз меньше. Для спикера важен звук. Поэтому на микрофон я говорю, даже еще один ролик я вам запишу. Я тогда кое-что не показал. Кое-что мне еще приходит. Я иногда заказываю. Это просто необходимо. Я стараюсь дешевенькие, интересные вещи. Что-то у блогеров все время подслушиваю. Держу руку на пульсе, чтобы следить там с какими-то вещами. Я говорю, можно там что-то... Ну, в общем, я слежу за этими вещами. Почему и делюсь этим опытом, да? Вот. Вот записал уже ролик Aoda City. Программа для звукозаписи. Камтазия. Сейчас запишу OBS Studio. И дальше... Ну, еще я буду записывать по микрофону. Один еще хочу уже записать. А может быть, смонтирую со старым. Большое сделаю. Да и заново перезалью. Потом я хочу по... Вот я же по YouTube тоже пассивное благовестие записал. Но это по внешнему, да? А потом мы с вами сделаем... Вот творческая студия есть. Как внутри. Кто будет свои ролики вот эти все-таки с подкастом, с чтением... Записывает. Я покажу еще, как YouTube тоже пользоваться. В помощниках такую подсказочку запишу. Вот. Так что вот такие вот планы. В принципе, все. По Камтазии мы будем этот ролик разжевывать. Вот. Я... Все. Так происходит. Кому когда-то... Я говорю, кто-то будет этим серьезно заниматься. Может быть, это кому-то просто. Может, вы чем-то занимаетесь. Вам просто в жизни пригодится тоже. Может быть, у вас какая-то своя деятельность. Обучательная. Может быть, вы преподаватель. Может, тоже поможете. Я буду очень рад, что если вам этот ролик помог, что есть такая программа. Это действительно бесплатный, качественный софт. Есть такое слово английское. Сейчас оно уже русское нарицательное. То есть, программа. Всем рекомендую. Всем советую. Чем бы вы ни занимались. Вот. Но... Да и поэтому я могу помочь там настроить. Даже если вы не христианский будете вести. Ну, кто меня слушает, кто имеет со мной общение, пожалуйста, можете всегда в Skype позвонить. И там поделить демонстрацию экрана. Кто, значит, сделает. Все. Помогу настроить. Это не проблема. Доброе дело я делать люблю. И с радостью. Кому в чем помогу. Вот с этими вопросами. Говорю. Может, вы какие-нибудь аудиокниги пишете. Может, часть с вашей работой связана. Или вы планируете чем-то заниматься. Может, вы хотите вообще стать спиной. Может, вы где-то будете во фрилансе зарабатывать там на озвучивание чего-нибудь. Пожалуйста. Можете обращаться. Я всегда буду рад и новому знакомству, и какой-то помощи. Вот. Ну, в принципе, все. У меня три канала на YouTube. Кто не знал, подписывайтесь. Смотрите ролики, какие вам интересны. Ставьте лайк, если ролик понравился. Кому полезен отрадно-назведательное служение. Поделитесь им, если вы считаете, что этот ролик кому-то из ваших знакомых принесет какую-то пользу и радость. Что-то хотел сказать. Ну, да. Ну, и пишите, не стесняйтесь. Я говорю, контакты у вас все на экране. Если что-то от меня нужно, я могу чем-то вам послужить. Я всегда это с радостью сделаю. Все. Я с вами прощаюсь. До встречи в следующем ролике. Запишем уже о внутренней, внутреннем стороне канала, личный кабинет или, как они ее сами называют, YouTube-творческая студия, YouTube-канала. Я с вами прощаюсь. Помните заповедь Иисуса Христа. Любить друг друга делами и словами. Пока-пока. Продолжение следует...